Вы когда-нибудь были в русской церкви? Если да, то вы видели много икон в православных церквях. А если вы были в русских домах, то, может быть, видели иконы и там тоже. Православные иконы всегда очень красивые и чувственные. Иконы пишутся по канонам. Это правило того, что и как можно рисовать на иконах. Не каждый может нарисовать икону. Иконописец должен по-настоящему верить в Бога, исследовать всем законам церкви, быть добрым, не делать зла, соблюдать пост и искренне молиться. В истории православной церкви было несколько талантливых иконописцев. Самый известный – это Андрей Рублёв. Иконы Андрея Рублёва также важны для русской культуры, как и поэзия Александра Пушкина. Неизвестно, когда и где точно родился Рублёв. Предполагают, что он родился в 1360 году в Великом Новгороде. В юности он стал монахом и учился славянской иконописи. Мы знаем, что он был учеником Феофана Грека, который тоже был известным иконописцем. Рублёв многому научился у Феофана Грека, но стиль их икон различался. Иконы Феофана Грека – тёмные, строгие, драматичные. А иконы Андрея Рублёва – спокойные, ясные, красочные. На иконах Андрея Рублёва мы видим золотой, бирюзовый и синий цвет. Андрей Рублёв писал иконы и расписывал соборы. Благовещенский собор в Московском Кремле, Успенский собор под Звенигородом, Успенский собор во Владимире, Троица-Сергиев монастырь. Для Троица-Сергиевого монастыря Андрей Рублёв создал икону Троица. Эта икона считается лучшей работой мастера и шедевром иконописи. Сейчас эту икону можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве. Андрей Рублёв умер в 1428 году во время эпидемии чумы. Более чем через 500 лет, в 1988 году, Андрея Рублёва канонизировали. Это значит, что он стал одним из святых православной церкви. В Москве, на территории Спаса Андронникова монастыря, есть музей древнерусской культуры и искусства. Этот музей носит имя Андрея Рублёва. В 1960-х годах известный советский режиссёр Андрей Тарковский снял фильм «Андрей Рублёв». Эта философская историческая драма стала культовым фильмом советского кино. Теперь и вы знаете, кто такой Андрей Рублёв и почему он важен для русской культуры.